Бахчевые культуры Это наша сорта селекции Кубанской опытной станции И дальше у нас расположен участник первичного размножения Заранее приношу извинения Дело в том, что по последним годам У нас пик созревания плодов и по арбузам и по дыне Приходился примерно на 5-7 августа Вот предыдущие два года так и было Но это мероприятие мы планировали с февраля И думали примерно так же это все будет Но погода внесла небольшие свои коррективы И мы сейчас отмечаем только начало созревания То есть из-за того, что у нас холодная ночь У нас созревание сдвинулось Сдвинулось где-то примерно на 7-10 дней Но это не мешает нам посмотреть Ознакомиться с нашими сортами И, скажем так, в заключении экскурсии Некоторые продегустировать и высказать свое мнение Провести органолептические исследования Да, провести органолептические исследования Дальше я микрофон передаю Анне Генриховне Это заведующая группой «Бахчевых культур» Научный сотрудник Кубанской опытной станции Это, скажем так, ее вотчина И я думаю, она расскажет лучше меня Друзья, коллеги, наши гости Мы рады приветствовать вас на Кубанской земле И с удовольствием хотим познакомить вас с нашей работой Представить наши посевы Наши достижения в селекционной работе Группа «Бахчевых культур» на Кубанской опытной станции ВИР Была организована в 1970 году И в 1971 году возглавил эту группу Генрих Радамович Тиханович Это ученый, селекционер, доктор сельхознаук Это ум, как говорится, честь и совесть нашей группы Этот ученый достиг больших результатов в селекции И все сорта, с которыми мы хотим вас познакомить Созданы во главе с Генрихом Адамовичем И коллективом нашей группы В течение почти 50 лет Очень много людей трудилось над выведением сортов Эти сорта в советское время зарекомендовали себя очень хорошо И в настоящее время тоже пользуются спросом Но поскольку рынок изменился Условия рынка, игра, как говорится, изменилась Сейчас очень много иностранных сортов, гибридов Нам стало несколько сложнее работать И рекламировать наши сорта И внедрять в производство Потому что это связано с финансовыми затратами Хочу рассказать вам, что для начала Вся наша работа зиждется на обширной коллекции Бокчевых культур, собранной многими учеными из Вира В основном это вировские ученые Более 100 лет во главе с Николаем Ивановичем Вавиловым Собирали коллекцию бокчевых культур Коллекция уникальна по своему составу Биологическому, ботаническому разнообразию Коллекция ценна, очень ценна Ценность коллекции немногие могут оценить по достойному В полной мере Коллекцию бокчевых культур нам присылает определенное количество Каждый год из Вира Профильный отдел Для того, чтобы мы пересевали образцы Получали свежие репродукции семян Для закладки в Генбанк Дальше, при этом мы эту коллекцию изучаем Выявляем ценные источники и доноры важнейших сельхозпризнаков Такие как скороспелость, продуктивность, высокое качество плодов, устойчивость к болезням и многие другие Эти выявленные источники мы используем в селекционной работе в дальнейшем Используем в скрещиваниях Коллекция ВИР является и составляет важнейшую продовольственную безопасность нашей страны в настоящее время Потому что этот вопрос в нынешнее время стоит очень остро Страна нуждается в хороших сортах, в адаптированных сортах Пригодных к механизированному возделыванию в наших условиях Потому что не все селекционные линии, гибриды сорта импортные Соответствуют нашим условиям И может быть они дают достойный урожай, хороший Но часто качество оставляет желать лучшего Поэтому мы ведем большую работу селекционную у нас на Кубанской патронстанции ВИР И стараемся создать такие сорта, которые бы отвечали нынешним требованиям рынка И потребителя Потому что наряду фермеры, конечно, хотят получить высокий урожай Но потребителю важно качество плодов Чтобы они были вкусные, нежные, сочные, сладкие Это в первую очередь И поэтому направление нашей работы основывается именно на этом Мы работаем на потребителя нашего И расскажу о поле Поле наше в этом году составляет 7 гектаров Половина поля у нас ведется работа с коллекцией бурчевых культур В которые входят тыква, арбуз, дыня, кабачок и патиссон Это коллекционные образцы, которые нам присылают каждый год из ВИРа, из Петербурга И селекционный блок, и контрольные элитные питомники И половина поля занимает у нас участок первичного семеноводства На котором мы выращиваем наши авторские сорта Оригинальные семена и элиту мы выращиваем в основном Ну начнем, наверное, давайте Начнем с демонстрационного питомника Которого мы посеяли в этом году Специально для показа Но прежде хочу оговориться И прошу простить Потому что не в наших силах было бороться с природной стихией Поскольку мыши, зайцы и полевые крысы Внесли коррективы свои в нашу работу Мы пересывали несколько раз демонстрационный участок Но вот что осталось, то осталось, конечно И можно ознакомиться Но это было не в наших силах, как говорится, с этой стихией побороться Поэтому прошу всех пройти на демонстрационный питомник Участок И мы начнем наш рассказ о сортах, которые созданы в нашей группе Дорогие коллеги Я надеюсь, что у вас сложилось представление о нашей работе А наша работа, я бы сказал, очень увлекательна Увлекательность ее заключается в том Что мы работаем с огромной мировой коллекцией Именно боксевых культур Наш институт имеет название Всероссийский институт генетических ресурсов растений Это название о многом говорит Раньше у него было название Всесоюзный институт растеневодства Зачем? Затем Всероссийский институт растеневодства Ну а короче его знают как ВИР Коллекция ВИРа содержит разнообразные культуры И хлеб наш насущный, скажем так Это зерновые культуры Пшеница, ячмень, овес Зернобобовые культуры Дальше технические культуры Масличные культуры Кормовые травы И многие другие культуры Я уже не говорю о плодовом и так далее Но наша опытная станция Которая входит в систему Всероссийского института генетических ресурсов Ставит своей главной целью Сохранение мирового разнообразия Ну не только по зерновым культурам Зернобобовым Техническим, масличным, кормовым травам Ну и также по бовчевым культурам На других станциях плодовые культуры Овочные культуры И многое другое Хлопчашник, например Техническая культура И коллекция располагает Тем разнообразием Которое В 20-х годах По сути дела заложил Выдающийся исследователь Николай Иванович Вавилов Он и нашу станцию организовал В 1924 году Одну из первых Он знал Что наша станция находится в особых условиях То есть тут засушливый климат Мало осадков И поэтому она представляет интерес Для испытания Различных сельскохозяйственных культур Собранных в разных странах мира Он сам участвовал во многих экспедициях И, как сказать Давал возможность Коллективу Научному коллективу Давал возможность заинтересоваться В тех или иных культурах И вот Мы являемся по сути дела Последователями того Что было начато Еще в 20-х годах Вы, наверное, знаете И много читали О Николае Ивановиче Вавилове Что он не только Так сказать Разрабатывал Теоретические основы Селекции Он и Настраил коллектив На практический выход В смысле В разнообразии Создания сортов Гибридов И Вир Этому и следовал Следовал Вот Допустим Для вас Может быть Будет Интересная информация Что Вир Содержит Больше 320 Может сейчас и больше Не знаю Образцов Разных Сельскохозяйственных культур Включая Дикорастущие Сородичи Включая Все разнообразие Это Самая Представительная Коллекция В мире Считается По своему Разнообразию И использованию Например Вот Вы ознакомились С Бахчевыми Культурами Коллекция Бахчевых Культур Насчитывает Больше 10 тысяч Если точнее Быть 10 тысяч 175 Образцов Скажем Арбуза Сколько Образцов 3189 Я знаю Вот на 1 января 2019 Года Деня 3390 Тыква 2944 Редкие Тыквенные Еще есть Лагинария Люфа Мамордика Трихозанта Это Многие Другие Редкие Тыквенные Тоже Насчитывают 653 Образца Это Ценный Исходный Материал Для Селекции Сейчас Как вы знаете Вы производственники Знаете Что такое Рынок На рынке Сейчас По сути дела Жесткая Конкуренция Идет И Поэтому Для того Чтобы Создать Сорт Аксорту Сейчас Предъявляют Повышенное Требование Не только Урожайность Продуктивность Качество Устойчивость К болезням Вредителям Устойчивость К жестким условиям Среды Но Сорт должен Обладать Еще Транспортабельностью Лежкостью Внешним Видом Даже Вот То есть Он должен быть Рыночный Да Вы это Прекрасно знаете Наверное Больше чем я И Селекционная работа Ведется Именно В этом направлении Но нам нельзя Останавливаться На достигнутом У нас есть Возможности Создавать Что-то новое Необычное Ну например Вы видели Арбуз Солнечный Он необычный Арбуз Это Создан он Путем гибридизации Используя Разные Формы Растений Арбуза Вот Вы пробовали Арбуз Имеющий Желтую Мякоть И Как сказать Тоже Оригинальный Арбуз Увидели Арбуз Подарок Солнца Желтокорый Арбуз А мы Получали Арбуз Сочетающий И Желтую Кору Или Желтокорость С Желтой Мякоть То есть Эти Арбузы Допустим Могут Быть Использованы Но я Не говорю Что в Производственных Условиях Но для Любителей Садоводов Фермерских Хозяйств Приусадебных Участках То есть Вообще Возможности Селекции Неограничены И Не случайно В Государственном Реестре Селекционных Достижений Если Посмотреть О наличии Сортов Бахтевых Культур Их Сейчас Очень Много Я запомнил Все эти цифры Я Специально Занимался Чтобы Посмотреть И проследить Так сказать Динамику Развития Селекции Так вот По Бахтевым Культурам Сейчас Районировано 815 Сортов И гибридов Среди них Не только Отечественные Сорта Но и Сорта Иностранной Селекции Среди них Также Присутствуют Сорта Частных Фирм Селекционных Фирм А сейчас У нас в стране Много таких Селекционных Фирм И много Еще и Зарубежных Фирм Они имеют Возможность Испытывать Сорта Поскольку Территория России Огромная Вот И Дает Возможность Сироко Их Испытывать И Рекомендовать Для районирования В той или иной Зоне Вот Например Арбуз Вы посмотрели Да И что 246 Сортов В реестре Включено Но Начали с кабачка Очень много 196 Сортов Денин 165 Тыква 176 Патиссон 32 И в общей Сложности Вот я сравнил За три Предыдущие Пятилетки Именно С 2004 Года В 5,7 Раза Увеличилось Количество Сортов Это свидетельствует О том Что Работа Ведется Непрерывно И Среди Селекционных Учреждений Тоже Присутствует Конкуренция И мы хотим Ну быть В ногу Со временем Вот Ну вы Это увидели Вам Прекрасно Рассказала Заведуясь Группой Ванна Генриховна У вас Сложилось Впечатление О нашей Работе Ну это Работа Не только Наши сорта Ну и Работа На первом плане Это сохранение Поддержание Коллекции И Размножение Ее Для Длительного Хранения Генбанки Почему Для Потому Чтобы Мы Так часто Не пересевали Ее А мы Пересеваем Коллекцию По сути дела Через 8-10 лет Хранение То есть Поддерживаем Ее В живом Состоянии И Эта Коллекция Не только По нашим По и другим Культурам Является Основой Селекции И как Сказано Даже Основой Продовольственной Безопасности России И Мы Эту Работу Выполняем Ну Спасибо Вам С нашей Работой Ну Еще Вам Наверное Покажут Уже Так сказать Непосредственный Выход Производства Наших Сортов Которые К сожалению Мы не можем Сразу Размножить На нашей Станции Так сказать Площади Не позволяет И База Наверное Не позволяет Нам Чтобы В массовом Количестве Семена Производить Но Будем Стремиться К лучшему Спасибо Спасибо Вам Это Очень Интересный